Всем большой привет! Меня зовут Алена, я персональный стилист и вы попали ко мне на канал YouTube. Добро пожаловать, девочки! Если вы оказались у меня в гостях впервые, давайте знакомиться. Мой канал посвящен стилю и моде. Здесь выходят ролики на эти темы регулярно и у меня интересно. Если вы меня смотрите постоянно, то большое вам за это спасибо! Сегодня у нас будет очень классное, очень полезное весеннее видео. Я помогу вам, девочки, рационально распределить свой бюджет на весенние покупки модные, стильные, потому что расскажу, на что стоит обратить свое внимание и какие основные вещи, самые хитовые, самые трендовые, будут актуальны этой весной. На что стоит потратиться, обратить внимание и попробовать внедрить в свой стиль и в свой гардероб. Если вам интересно, то оставайтесь и давайте начинать! Каждый сезон дизайнеры придумывают для нас тренды. Несколько раз в сезон основные ключевые вещи бывают такое, что меняются, то есть что-то будет актуально всю весну и лето, например. Что-то сейчас актуально, но через 3 месяца может появиться новая какая-то микротрендовая вещь. Сегодня я вам расскажу про 8 основных весенних трендов. Про те вещи, которые имеет смысл купить. Не могу сказать, что в них стоит инвестировать, потому что это просто вещи. Но это те вещи, которые будут актуальны весь весенний летний сезон. Первую вещь уже можно видеть на мне и речь у нас пойдет о тельняшках. Потому что это, во-первых, это исключительно летняя вещь, потому что морская тематика у нас актуальна летом практически каждый год. Но вот в этом году бум на тельняшки, он какой-то всепоглощающий. Их сейчас столько разных вариантов. На мне достаточно базовая. Я люблю такие вещи. Базовая тельняшка из очень приятного трикотажа. Это Zara. Жакет, девочки, тоже Zara. Вы увидите все вещи на мне в примерке, как и всегда. Я все очень красиво для вас отсняла. Поэтому сначала я прокомментирую вещь, а потом вы увидите ее в готовом полноценном образе. По поводу этой тельняшки. Здесь это, по сути, футболка. То есть, у нее вот такой вот укороченный рукав. Вы все посмотрите в примерке. Классный, приятный, плотный хлопок. Она не тонкая. И здесь не черно-белый цвет, может быть, сейчас издалека-то окажется. Но это скорее такой молочный оттенок с темно-синим. Для моей внешности это оптимальный вариант. Черно-белый на мне смотрится. Лично на мне слишком резко. Но вы можете выбирать любое сочетание. Если у вас контрастная внешность, то это может быть черно-белый. Если не такая контрастная, например, как у меня, то это может быть молочный с темно-синим, молочный с голубым. Даже белый с красным тельняшки актуальны. У меня, кстати, есть еще вот такая. Это молочный с темно-зеленым цветом. И здесь еще воротник пола. Мы о них с вами сегодня тоже поговорим. Это тоже Zara. Если она еще есть в продаже, то я оставлю ссылку и на эту тельняшку, и на все, что на мне сейчас. И на все, что вы увидите в этом видео в инфобоксе. Поэтому проверяйте, успевайте. Вещи реально классные. Как носить тельняшку? Мне кажется, что особо, наверное, рассказывать не нужно. Это максимально базовая вещь. Отнеситесь к ней просто. Вы можете ее носить и с брюками, и с джинсами, и с шортами, и с юбками. И даже под некоторые платья можно надевать. Под жакеты замечательно. Очень круто, конечно, когда есть какое-то контрастное сочетание. И комплементарно выбраны цвета. Например, у меня здесь красный с темно-синим замечательно сочетаются. Можно было бы сюда же взять белый жакет. Можно было бы взять яркий, зеленый, темно-синий. Черный, ну, в принципе, тоже можно. Но скорее я бы тогда взяла белую с черным тельняшку. Так было бы просто изумительно. У меня лично этот тренд ассоциируется с французским стилем. Чем-то мне даже напоминает Шанель. И, собственно, я неспроста сегодня именно в таких сережках, потому что мне кажется, что это прям эстетика очень близкая к тому, что делала Коко. Конечно, форма жакета меняется, но даже жакет на мне сейчас из Твина. Давайте тоже по поводу жакета скажу. Это не ключевая вещь сезона, именно в таком цвете и формате. Это, можно сказать, для кого-то даже база на сегодняшний день. Хороший жакет. Он достаточно длинный. Он двубортный. У него золотые пуговицы. И, в принципе, здесь они смотрятся достаточно органично. Но при желании вы можете срезать и поставить какие-то менее яркие. Единственное, девочки. Твит у Зары. Они много сделали жакетов вот именно этой формы. Они ее повторяют в разном твите. Начали они осенью выпускать такие жакеты. И сейчас постоянно у них что-то есть подобной именно формы. Но твит вот конкретно у этого красного очень нежный. Он будет цепляться только в путь, я вам честно скажу. И более того, мне кажется, что он может еще и начать заваливаться, скажем так, валяться. Имейте это в виду при возможности. Если она у вас есть, сходите в магазин, потрогайте его. Но если вы заказываете онлайн, не переживайте. Всегда можно непонравившуюся вещь вернуть. Я просто заранее предупреждаю, что твит достаточно рыхлый. И очень легко можно им зацепиться за вот просто все, что угодно. А теперь давайте посмотрим образ, который у меня получился. Я надеюсь, что вам он понравится. Обязательно дайте мне знать в комментариях. Как вам образ, девочки? На мой взгляд, получилась удачная грань casual и классики достаточно яркой за счет строгого кроя жакета. Будет мне интересно почитать сейчас ваши комментарии. А следующий тренд, о котором я уже отчасти сказала, когда показала вот этот вот лонгслив с вырезом пола, с воротником пола. Это, собственно, тренд на ворот пола. Девочки, сейчас таких вещей будет очень много. И в этом видео я вам покажу не одну такую вещь именно из новинок. Вот эту я уже показывала как-то в своих покупках. Поэтому именно это пола я примерять не буду. Но я вам покажу на себе вот такое розовое чудо, которое появилось у меня в гардеробе. Я на самом деле очень хотела эту вещь. Я увидела ее на сайте ТопТоп. Это ТопТоп. Это питерский бренд, который я обожаю. Ношу постоянно. Мне кажется, у меня уже половина просто гардероба из ТопТоп. Потому что мне нравится качество. Мне нравится то, что ребята очень быстро ловят тренды. Мне нравится, как они относятся. Их философия, как они относятся к своим вещам, к тому, что они делают. У них есть эколинейка, которая производится в Португалии. И качество материала. Вот именно этот тоже это лонгслив с воротом пола. Но здесь он застегивается. Заровский идет просто вообще без какой-либо застежки. Здесь можно застегнуться на пуговки. Он сделан из настолько качественного хлопка, который и должен использоваться для пола. Именно фактура материала сама очень правильная. Вот знаете, как мужские, по крайней мере, многие, я думаю, девушки знают. Пола по типу лакоста делается. Вот здесь такой же хороший качественный материал. Ну и, конечно, цвет. Это просто одна большая любовь. Посмотрите его сейчас на мне в движении и в действии. И опять же, розовый цвет и все его оттенки от яркой фуксии до вот такого вот зефирного разбеленного варианта. Это один из больших трендов цветовых наступившей весны, наступающего лета. Этот цвет очень освежает. Просто мега освежает. А за счет расслабленного кроя, это прям, видите, такой большой-большой квадратный безразмерный пола. Здесь размер идет one size. За счет вот этого расслабленного, даже немножко мужского кроя, но такого, казалось бы, барби цвета, вещь не кажется слишком наивной. Она кажется прям стильной. Очень круто будет смотреться в casual образах. И с джинсами, и с трикотажными брюками, и с кожаными брюками. Если вы их носите, допустим, сейчас еще весна, может быть, немножко прохладно. С шортами будет изумительно летом. Там просто одна большая любовь. Это зефирка. В нем не жарко, но поскольку это стопроцентный хлопок, очень комфортно. Давайте посмотрим, какой образ я собрала с этой вещью. Музыка. 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 На мой взгляд, я повторюсь, что несмотря на достаточно спортивные вещи, джогеры, кеты, да и сам крой пола, получается все равно нежно и женственно за счет цвета. И очень так даже по девичьим. Ну, а мы двигаемся дальше, и я не могу остановиться на одном поле. И вы меня поймете, если вы заглянете в топ-топ на сайт, потому что там столько цвета весеннего, там столько классных вещей. У меня просто, ну, разбегаются глаза и приходится себя как-то сдерживать, потому что, ну, как бы, рациональное потребление никто не отменял. Собственно, я, тем не менее, заказала еще вот такую вот просто прелесть. Боже мой. Ну, я не знаю, у меня просто какая-то поломания. Мне хочется их носить. Видите, я сто лет не носила такие вещи, и прям как-то хочется. Для меня это очень женственно, секси, вот этот вот вырез. Здесь у нас это боди, чтобы вы понимали, трикотажный. Вот это как раз-таки вещи изготавливаются в Португалии на экопроизводстве. Имейте в виду, здесь даже на ярлычке написано, что made in Portugal. И данное поло у нас уже идет по фигуре. Оно вот просто супер женственное. И вот этот вот желтый цвет, если вы смотрите меня, ну, хотя бы начиная с этой весны, то вы уже могли от меня слышать, что это весной, это просто мой фаворит в плане цвета. Вот этот нежно-желтый. Мне хочется все вещи, которые я в нем вижу, покупать, носить и не вылезать из них. Но вот это, это просто любовь. А еще, девочки, пока я не забыла, скажу, а то я ведь могу. У меня есть промокод минус 15. Я напишу его на экране, я напишу его вам в инфобоксе, чтобы вы точно могли воспользоваться, потому что он дает самую большую скидку. Это 15%, которая даже суммируется с сейлом на все, что есть на сайте ТопТоп. И на новую коллекцию, и на сейл. Но и это еще не все. Если вы совершаете покупку с моим кодом минус 15 до 25 апреля, то есть еще целый месяц у вас есть, чтобы сделать покупку, например, вот это прекрасное поло, или я еще вам кучу всего классного сегодня покажу, то вы можете выиграть в подарок от ТопТоп 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Покупку вы можете сделать любую с моим кодом, а выиграть 10 тысяч на шопинг. Выберите победителя рандомно команда ТопТоп 26 апреля, и я обязательно об этом расскажу у себя в сториз, в инстаграм. Если вы вдруг на меня не подписаны, обязательно исправляйте эту ситуацию, потому что там, в принципе, очень много полезной информации, которая не дублируется с каналом и в постах, и в сториз, и там же я расскажу о победителе. С чем я ее комбинирую? Я надеваю вот такую вот нежную, секси по фигуре вещь с расслабленными мужскими брюками в пол. Это Zara, вы их уже у меня видели, на мне видели буквально в предыдущем подобном видео с новинками моего гардероба, да, я именно их решила оставить. Пыльно-розовые, шикарные брюки в пол, вы сейчас увидите, как они на мне сидят, я просто не буду долго останавливаться, но они еще есть в продаже, буквально, по-моему, я сегодня смотрела в двух размерах. Если вы их хотите, успевайте, они очень классные. Давайте теперь посмотрим на весь комплект полностью, чем я его дополнила, и как вообще вся эта цветотерапия смотрится вместе, мне очень нравится, я надеюсь, что вам тоже понравится. Двигаемся дальше после этого. Зефирного блаженства и сделаем небольшой перерыв от одежды на аксессуары, потому что еще и про аксессуары я вам сегодня расскажу. Одним из самых доступных трендовых аксессуаров в этом сезоне будет девочки-бейсболка. Просто кепка. Чем лаконичнее, тем лучше. Не с квадратными вот такими козырьками, а с классическими подобными округлыми козырьками. Я сейчас их даже для вас примерю. А вот так вот это выглядит. Да. Конечно, она у меня к этому образу, ну, наверное, не совсем. Оттенки белого, как вы можете видеть, спорят, потому что здесь у меня такой бело-бежевый цвет, а это прям кипенно-белый, белоснежно-белый. Но тем не менее, с жакетами, с какими-то футболками идеально. Да вообще со всем чем угодно. Замечательно будет смотреться. Я вам раскрою секрет, девочки. Это мужской, ну, в смысле секрет, я все ссылки оставлю внизу. Это мужской H&M и стоит она 399 рублей. Там были еще другие классные цвета. Хаки, темно-синий, черный, по-моему, может быть серый. Главное, смотрите, вот мне больше нравится, когда вот эта вот часть у нас, которая идет спереди головы, она держит форму. Есть просто кепки, у которых спереди такой же вот мягкий материал, как сзади. На мой личный взгляд и вкус, они смотрятся не так выигрышно, как подобные. Если вам идут кепки, то прям must-have. Но это реально, это 3 копейки. А уже аксессуар, который делает образ более интересным и более трендовым. Это реально сейчас большой тренд. Я вам внизу в инфобоксе оставлю ссылки еще на супер модные кепки с логотипом LA&NY, то есть New York. Их можно заказать на Asos. Я хочу себе тоже заказать такую. Сейчас определиться осталось только с цветом. Ну и более люксовые опции тоже, если я найду. По-моему, у Margella есть хитовый вариант. У Vatman, Vatmo, кто как говорит. Vitimens, как шутит Александр Рогов. В общем, у этих брендов тоже есть хитовые кепки с надписью типа Icon, например, или Policai и так далее. И это прям хит-хит. Поэтому тут осталось выбрать только для себя по цене, по цвету. А с чем носить, с чем угодно. Хоть с рубашкой, джинсами, футболкой и шортами. Ну вообще с чем угодно. Даже с белевым платьем можно, в принципе, собрать стильный лучок. Если обуть не туфельки, а какие-нибудь кеды. Брюки мужские, пыльно-розовые, в предыдущем образе с, собственно, комплектом одежды появились тоже не случайно. Потому что и это, мужские брюки в женском гардеробе, один из основных трендов этого текущего сезона весна-лето. Эти брюки будут актуальны весь сезон. И я уверена, что мы их будем носить еще осенью. Поэтому, если вам нравится, выбирайте для себя цвет, фактуру. Можно поиграть с длиной, можно поиграть с стилем, насколько они будут мужские или все-таки более женственные. И я вам сейчас как раз-таки покажу достаточно женственный вариант на тему этого тренда. А именно, вот такие брюки в серо-бежевом цвете. Они очень длинные, вы все увидите, конечно же, на мне через пару мгновений. С супер высокой посадкой девочки, как они делают талию. Это какая-то магия. Это тоже топ-топ, прекраснейший материал, приятнейшая фактура, защипы спереди. Как я уже сказала, очень высокая посадка, прорезные карманы сбоку. Ну, это просто великолепные женственно-мужские брюки. Великолепные. Если вам кажется, что мужские брюки это совсем не вы, что вы девушка, но вам в принципе нравится, как на других. И тоже хотелось бы, топ-топ придумали крутой вариант. Потому что действительно не все тренды под каждую внешность и под каждый гардероб. И под каждое состояние души даже подходит. И не все хотят носить и будут чувствовать себя комфортно в реально мужских брюках. Например, с заниженной иногда они еще бывают посадкой, очень длинных и мешковатых. А вот такой вариант вполне да. Да, вы таким образом и тренд поддерживаете, и при этом не изменяете себе. Если вы любите женственность, вы остаетесь в них собой. И покажу я вам эти брюки с второй их половинкой. Потому что, вообще говоря, можно взять костюм с вот таким вот кроп-жакетом. Это еще один из трендов, какой по счету я уже сбилась. Я вам буду подписывать на экране. Наступившей весны, наступающего лета. Кроп-жакеты очень актуальны. Если вы смотрели мое видео о трендах, я там, скорее всего, о них говорила. Трендов этой весны и лета, как и всегда, очень много. Кроп-жакет, укороченный жакет, один из них. Кому хорошо? Если вы невысокого роста, вам классно, потому что такой жакет у вас не украдет рост. Он, наоборот, вам удлинит ноги, и вы будете казаться, особенно если надеть брюки под каблук, вы будете казаться даже выше, и ноги будут казаться длиннее. Хорошо, на самом деле, подходит тем, у кого достаточно объемные бедра относительно верха. Потому что такой жакетик может немножко добавить объема, особенно если выведенное плечо объемное в вашей верхней части. И очень гармонично будет смотреться с нижней части. Чем еще интересен этот жакет? У него здесь застежка на магниты. Оп, оп, и все. И готово. Осталось только поправить, чтобы это сидело на вас хорошо. В общем, смотрится классно. С чем носить вниз? Давайте тоже вам расскажу. Ну, во-первых, можно на голое тело. Для самых смелых. Главное зафиксировать, чтобы там нигде ничего не открылось в ненужный момент. Идеально будет какое-то боди. Можно, конечно, пробовать рубашку, но не супер объемную, чтобы она у вас хорошо заправилась в брюки. Все-таки у них высокая посадка. Но самое комфортное, если на лето, это боди. Может быть без рукавов, может быть с рукавами. Все прекрасно у вас заправится в брюки и будет очень аккуратно смотреться сверху. Цвет просто моя любовь. Красивый, холодный, серо-бежевый оттенок. Давайте теперь посмотрим полностью образ. Продолжение следует... Продолжение следует... Как вам, девочки, образ? Согласитесь, это женственно. Несмотря на то, что брюки, казалось бы, мужские, жакет тоже достаточно свободный и плечи кажутся немножко выведенными, но это смотрится очень женственно. А если еще и на голое тело, то прям до свидания. Давайте немножко разбавим опять наши вещи трендовыми аксессуарами. В данном случае мы поговорим об обуви. И это не единственный тренд на обувь, который я вам сегодня покажу. Сейчас я покажу вам Kittle Hill. Я надеюсь, что видно. Высота каблучка очень небольшая. Покажу несколько пар обуви. Вот эти туфельки были на мне как раз в образе с предыдущим, с костюмом. Это Zara, но я их покупала девочке прошлой зимой. Я ими очень довольна, однако, естественно, их сейчас на сайте уже нет, поэтому именно эти вы купить не сможете. Но на сайте Top Top я нашла совершенно изумительные секси лодочки на небольшом. Опять же, Kittle Hill. Это очень красиво. Я думаю, что вам сейчас видно издалека. Я покажу вам их еще поближе, насколько здесь глубокое декольте. Но чтобы ножке было удобно и пальчики не вылетали, здесь есть небольшая прозрачная силиконовая перемычка. Это не тот вариант, когда, знаете, очень сильные такие широкие массивные силиконовые перемычки. Там у вас, простите, нога потеет, появляется испаренная, и все это очень неэстетично. Нет, здесь совсем чуть-чуть ее не видно. Это просто делает обувь более комфортной. Вот такой вот невысокий каблучок. Они у меня будут в следующем образе. Дождитесь, я вам их покажу на себе. Смотрится супер изящно. Это для тех, кто любит классику, кому нужна база. Можно проходить, будет просто весь день. Это очень удобно. Идут размер в размер. Я ношу 38, светлая подошва, и у меня они в 38. Для тех, кто любит яркие варианты, что-то экстравагантное и необычное, я нашла на сайте ТопТоп вот такие вот совершенно сумасшедшие сапоги. Опять же, на Китон Хилл. То есть, это тоже тренд, который вы можете поддержать еще ярким, ну как ярким, интересным цветом. Цвет-то приглушенный, это пастельный такой мятный-зеленый, плюс фактура под крок. Я тоже покажу вам их поближе, чтобы вы могли рассмотреть как следует. И аккуратный квадратный мыс. Не слишком грубый, не слишком широкий, но поддерживающий текущий тренд на квадратный мыс, который у нас все еще остается. Сапожки высокие, со свободным голенищем, замечательно смотрятся. Очень, конечно, классный цвет такой акварельный. Но если для вас это too much, и вообще ваш гардероб это никак не встанет. Хотя, на самом деле, с любыми светлыми тонами, с пастельным желтым, да просто даже с белым, например, с белыми джинсами или юбкой какой-то, это может круто смотреться. Но, если вам хочется чего-то более универсального, то эти же сапоги, насколько я помню, были еще и в черном цвете. Ссылочки оставлю на них внизу. И еще один из массивнейших трендов этого сезона, прошлого сезона, и я уверена, осеннего сезона тоже. Поэтому смело можете покупать, если нравится, это девочки. Но я думаю, если вы смотрите мои видео, смотрите мой инстаграм, то вы наверняка знаете, что очень актуальны уже давно жилетки. Раз, два, и можно продолжать бесконечно. Вот эту вот прекраснейшую лавандовую нежнейшую жилеточку я покупала в Заре месяц назад или даже месяца полтора, наверное, назад. Вы ее у меня уже видели. Классная, я просто про нее уже рассказывала, поэтому долго останавливаться не буду. У меня в инстаграм есть с ней образ, если что. Кто не видел, заходите, посмотрите. Актуальны реально все варианты жилеток. В той же Заре есть жилетки-тельняшки, то есть комбинируется несколько трендов сразу. Вы можете поддержать тренд по цвету какой-нибудь, взять розовую жилетку, апельсиновую, оранжевую, это очень популярный сейчас будет цвет. Пожалуйста, можно играть. Я люблю жилетки, я не могу остановиться их покупать. И в этот раз я выбрала себе еще вот такую вот жилеточку. Но это не все. Это комплект двойка. Это топ-топ, опять же, очень приятная. Здесь в составе есть шерсть, она мягкая и она реально очень теплая. Я носила ее уже на прошедших выходных. И я вам должна сказать, что вот в таком варианте в комплекте, она идет в комплекте с вот таким вот свитером, длинный рукав. И свитеры жилетка достаточно укороченные. Вот когда я их надела вдвоем, боже, девочки, это просто... Я всю следующую зиму их буду носить, потому что, во-первых, это по-прежнему будет актуально. И жилетка, и свитер, я сейчас его покажу. Это была основная причина, почему я выбрала этот комплект. Я очень хотела такой свитер. Но это так тепло, это просто не передать словами. Собственно говоря, по поводу свитера, вот мне сложно его вам, честно говоря, показать на вешанке, потому что он норовит с нее сползти, ибо у него, ну вот сейчас, наверное, должно быть видно, вот такой вот шикарнейший ворот на замке. Подобное оформление ворота тоже уже было у нас осенью, но сейчас мы все еще его носим. Это смотрится так уютно, так стильно, так как-то даже, знаете, элегантно и благородно. Я не могу сказать, что это выглядит спортивно, скорее это элегантный такой кэжуал. Мне прям очень нравится, изумительный серо-бежевый, овсяночный такой цвет. Да, он укороченный, поэтому лучше такие вещи носить с поясными изделиями, с достаточно высокой посадкой. И у меня вы увидите этот комплект с черными брюками, свободными, тоже довольно-таки мужского кроя. Они у меня с осени, очень удачные, но в продаже их уже нет. Поэтому порекомендую вам обратить внимание на вот этот вот вязанный комплект. Это супер тепло, супер удобно. Летом я на самом деле тоже, я думаю, буду, скорее всего, это носить. Если будет просто прохладный вечер, набрасываешь вот этот вот свитер, расстегиваешь воротник по максимуму, вниз просто какой-нибудь кроп-топ, и идешь погулять или отдыхаешь где-нибудь за городом. Давайте посмотрим комплект, который у меня получился. Там как раз-таки будут черные лодочки на Китонхилл. Мне очень нравится такой образ. Я вижу его очень элегантным, благородным. И уместным вплоть даже в офисе мне будет интересно почитать ваше мнение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вам, девочки? Напишите, пожалуйста, оделись бы вы так. Мне будет интересно послушать. Ну, а я хочу завершить наше сегодняшнее видео еще одним обувным трендом. И речь пойдет о... Многие, наверное, догадываются... Лоферах. Массивных, тяжелых, грубых лоферах. У меня эти лоферы, вот чтобы вы понимали, мое чутье на тренды, с прошлой весны. Им уже год. Это Asos. Скорее всего, именно их сейчас в продаже уже нет. По понятным причинам я, конечно, проверю. Но если их нет, я оставлю вам огромное количество классных альтернатив от масс-маркета до люкса на подобные лоферы с цепями и без цепей. Ну, с цепями это прям супер-хит, потому что цепи сейчас тоже актуальны. Опять же, чутье меня не подвело. Конкретно по поводу этих, если даже их нет в продаже, девочки, я не могу сказать, что вы очень много потеряете, потому что меня не смущает то, что они нереально тяжелые. Я вот просто их держу, и мне уже тяжело. Но они достаточно жесткие. Все-таки я поняла это только, когда начала их носить в прошлом летом. Пройдясь по квартире, это понять невозможно, потому что 10 шагов ни о чем не скажет. А вот когда я вышла в них в город, я, конечно, ощутила всю прелесть искусственной кожи, что они жесткие. Но это, безусловно, супер-трендовая обувь. С вашего позволения их поставлю, ибо держать в руках моя физическая форма их не позволяет так долго. В общем, по поводу массивных лоферов. С чем их носить? С чем угодно. Сейчас можно носить с чем угодно. С разными джинсами. Начинает очень длинных, актуальных сейчас джинс-труп прямых от бедра, просто заканчивая джинсами мамфит, такими достаточно базовыми на данный момент. Можно носить их с брюками, с мужскими брюками. Я показывала их уже на себе, с мужскими брюками в сторис, если я помню. В прошлом видео они на мне были с мужскими брюками, с очень ярким комплектом. Вот в подобном видео с покупками. Поэтому, если вы не видели, обязательно посмотрите. С шортами, с платьями, с платьями тоже показывала, по-моему, на себе. Если нет, то в Инстаграм точно будет пост скоро. В общем, выбор огромный. Экспериментируйте, не бойтесь такой обуви. Наоборот, на контрасте можно казаться в них еще более хрупкой и женственной. И опять же, напишите, конечно, свое мнение относительно такой обуви. Нравится ли она вам? Планируете ли носить? Или вы исключительно за изящность и женственность? Ну что, на сегодня у меня все. Показала вам просто свою сокровищницу, свои находки на данный момент. Вещи реально классные. Успевайте. Можно поддержать любой тренд, в зависимости от того, что вам нравится, и от вашего стиля, и от вашего бюджета, начиная от кепки, за 399 рублей, заканчивая, допустим, элегантным костюмом. Это всегда прекрасная покупка. Каждую вещь можно потом носить отдельно. Я надеюсь, что вам со мной сегодня было интересно, что вы с пользой провели время, вдохновились, получили заряд приятных эмоций. Если так, я буду вам очень благодарна, девочки, за ваш пальчик вверх. Для меня это от вас. Спасибо за проделанную работу. Мы с вами увидимся совсем скоро. В моих следующих видео будет интересно. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны, чтобы новые ролики не пропустить. Берегите себя. Я вас обнимаю, целую. И до скорых встреч. Пока.